Вы слушаете канал жаж.клаб, как барабашка нас напугал в доме моей подруги Насти. Когда мне было 16 лет, со мной случилось мистическое и, в некоторой степени, жуткая история, такое нельзя объяснить даже сейчас. Этот страшный случай запомнился навсегда, произошел 15 лет назад, сейчас мне уже 31 год. Было лето, я закончила 10 класс, в будущем году меня ждали выпускные экзамены. Я как обычно проводила каникулы у бабушки в поселке под Москвой. И там жила моя подружка Настя, с которой я проводила время практически целыми днями. На танцы мы особо не любили ходить. Чаще всего смотрели телевизор или бегали на озеро купаться, когда было жарко. Родители у нее обеспеченные, имели благоустроенный дом. Я часто оставалась ночевать у Насти в доме. Бабушка меня отпускала, ведь я ее очень просила. А сердце у нее доброе. Причем в тот жуткий день мы были одни с моей подружкой. Родители Насти уехали на пару дней к родне, но подруга не поехала. Ей было интереснее со мной. Мы ночевали в комнате Насти. Несмотря на высокие потолки, в ней было уютно. А сам дом с размахом. С двумя этажами, туалет и ванная находились на первом этаже, рядом с комнатой Насти. Я это описываю специально, чтобы вы представили, что случилось потом. Итак, в тот летний вечер, мы смотрели комедии по телевизору, и после одиннадцати вечера легли спать. Я легла на ту сторону кровати, которая находилась ближе к выходу. Ночью я очнулась от того, что через щель двери светился свет в коридоре. Мне сразу сделалось жутко, ведь в доме никого не было, кроме нас с Настей. И вскоре я услышала, как кто-то воду спускает в туалете. Вот это жуть! И я поняла эту фразу, зашевелились волосы на голове. Настя молча сопела рядом со мной. Я начала ее трясти за плечо и в это время дверь туалета скрипнула, и свет выключился в коридоре. Я закричала во всю глотку, чтоб Настя проснулась. Она открыла глаза, но ничего не понимала с просонья. Я рассказала о том, что меня привело к шоку. Мы боялись выйти из комнаты. Но все-таки через 10 минут решились. Зажгли свет в коридорчике и начали обследовать дом. Я вся тряслась, пока мы с подругой обходили комнаты. В нем никого не оказалось, кроме нас. Мы вернулись в комнату Насти. Закрыв дверь в комнату, мы услышали шаги, как будто кто-то быстро шел голыми пятками по линолеуму. Мы стояли долго в оцепенении, и так и не легли спать. С комнаты больше не выходили в ту ночь. Решили, что одни спать не будем. Мне еще Настя призналась, что на месте построенного жилья стоял старенький дом. Он достался от бабушки, по линии мамы, которая вроде как умела колдовать и заговоры там всякие читала. Постройку снесли, и на этом же месте соорудили коттедж. А что вот произошло с нами, так и осталось загадкой. Продолжение истории читайте на сайте jah.club